Духа. Аминь. Из поучений Святаго Иоанна Златоустого на книгу Деяний Апостольских. Настоящая скорбь может быть причиной блаженства. Сия болезнь, говорит Господь, не к смерти. Евангелие от Анна 11.4. Будущая скорбь есть наказание, а настоящее вразумление и исправление. В настоящей жизни есть время борьбы, следовательно нужно бороться. Здесь война и брань. На войне никто не ищет покоя, на войне никто не думает об удовольствиях, никто не заботится об имуществе, никто не беспокоится о жене, но печется только об одном, как бы одолеть врагов. Так будем поступать и мы. Если мы победим и возвратимся с трофеями, то Бог подаст нам все. Об одном только нам надо бы стараться, как бы одолеть дьявола. А лучше сказать, и это не есть дело наших усилий, но все благодати Божией. Об одном только нам надо стараться, чтобы приобрести благодать Его, чтобы стяжать в себе помощь Его. Если Бог за нас, кто против нас? Римлянам 8.31. Об одном только будем стараться, чтобы Он не стал врагом нашим, чтобы Он не отвратился от нас. Не перенесение бедствия и зло, но грех зло. Он великое бедствие. Хотя бы мы жили в удовольствиях, не говорю в будущей жизни, но и в настоящей. Что думаешь, значит испытывать угрозение совести? Не хуже ли это и всякой пытки? Я хотел бы тщательно расспросить живущих возле, не помышляют ли они иногда о своих грехах? Не трепещут ли они при этом? Не страшатся ли? Не скорбят ли? Не ублажают ли тех, которые живут в посте, в горах, в любомудрии? Ты хочешь получить блаженство там? Потерпи здесь ради Христа. Ничто не может сравняться с этим блаженством. Апостолы радовались, когда их подвергали бичеванию. К этому увещевает и Павел, когда говорит, «Радуйтесь о Господе!» Филиппийцам 4.4. Когда можно, скажут, радоваться там, где узы, где пытки, где судилища. Здесь-то в особенности и можно радоваться. А как можно радоваться при этих условиях? Послушай. Кто ничего не знает за собой, тут всегда будет велика радости. Так что чем больше будешь говорить ему о бедствиях, тем больше доставишь ему удовольствия. Вот скажи мне, воин, получивший множество, рано окончивший брань, не с великим ли удовольствием будет возвращаться домой, имея в самых ранах основания к своему ободрению, славе и знаменитости? И ты, если мог бы сказать то же, что сказал Павел, «Я ношу язвы Господа Иисуса», Галатам 6.17, то мог бы сделаться великим, славным и знаменитым. Но теперь нет гонений. Восстань против тщеславия. Если кто скажет против тебя что-нибудь, не убойся выслушать о себе худую ради Христа. Восстань против тирании, гордости. Восстань против нападений гнева, против мук вожделения. И это раны, и это мучения. Скажи мне, какое из мучений всех ужаснее? Не то ли, когда душа мучится и терзается. Там, в телесных мучениях страдает больше тела, а здесь все относится к душе. Она болезнует, когда человек гневается, завидует или что-нибудь подобное делает. Или лучше сказать, когда страдает. Ведь иметь гнев, зависть, не значит действовать, но страдать. Потому и называется страстями души, ранами, язвами. Подлинно это страдание и даже ужаснее страдание. Поймите же, гневающиеся, что вы делаете это по страсти. Следовательно, кто гневается, тот не страдает. Видишь ли, что не тот страдает, тот терпит обиды, а тот, кто наносит их. О чем я уже говорил. А что он действительно страдает, это видно из того, что такое состояние называется страстью. И из самого тела его, так как от гнева рождаются болезни, тупо зрение, сумасшествие и многие другие. Но скажешь, он оскорбил моего сына, моего слугу. Не подумай, что с твоей стороны будет слабость, если и сам ты не сделаешь тоже. Скажи мне, хорошо ли это было бы. Нельзя, думаю, сказать, что хорошо. Поэтому не делай того, что нехорошо. Знаю, какие являются при этом гневные движения. А что скажешь, если он окажет презрение, или опять будет досаждать? Обличи, обличай, запрещай, увещевай. Второе послание к Тимофею 4.2 Гнев побеждается кротостью. Приди к нему и обличи. Впрочем, за самих себя этого не должно делать, но за прочих делать это необходимо. Оскорбление нанесенного твоему сыну не считай обидою самому себе. Пожалей также о том, но не так, как бы ты сам был оскорбленным. Когда сын твой претерпел зло, то ты не пострадал, а тот, кто совершил зло. Укроти гнев, этот острый меч, пусть он остается в ножнах. Если мы обнажим его, то, увлекаясь им, часто будем употреблять его и безвременно. А если он будет скрыт, то хотя бы и случилась нужда, гнев, укротиться. Христос не желает, чтобы мы гневались даже за Него. Послушай, что Он сказал Петру. Возврати меч твой в ножны Его. Матфея 26.52 Когда апостолам предстояло терпеть поношение, он не сказал, «Я отомщу, но что? Меня гнали и вас будут гнать. Поэтому терпите мужество. Мужественно вы не больше меня. Тоже скажи и ты сыну своему и рабу. Ты не больше господина твоего». Так поступая, сподобишься вечных благ по благодати, щедротам и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом, слава держа во честь, ныне и приисна, и во веки веков. Аминь. Аминь.